Сегодня 14 сентября. Впервые попытаюсь стабилизировать цветы для сухоцвета. Начну с такой красивый цветочек. Это клопогон. Буду выбирать вот такие тонкостебильные, потому что опыта еще нет. Так, вот такой вот цветочек возьму. Срежу еще парочку симпатичных таких пушистиков. Состав я уже развела. Сделала глицерин 1 к 5. Так, один вот такой с бутончиком возьму. Сейчас соберу еще какие-то цветочки по огороду, которые остались на 14 сентября, еще презентабельные. Так, возьму вот этот цветонос хосты. Очень красиво будет такой вот цветочек сохранить с бутонами. И возьму еще очитки. Очень хорошо выглядит вот такая вот физостегия варегатная. Тоже нарежу. Возьму, напробую вот такую астрочку, которую я красила, показывала, как теперь будем ее стабилизировать. Такие цветочки. И попробую срезать молодой вот такой листик папоротника. Вот так он вырос у меня в подпорной стенке. Попробую, что получится. Крашу, вернее, стабилизирую впервые. Просто интересно это занятие. Вот такой у меня получился наборчик для стабилизации. Для стабилизации. Начинаем. Ну и напоследок срежу вот такую розочку еще. Это стелящиеся. У нее тонкие веточки и маленькие бутончики. Интересно, как получится. Чуть не забыла. У меня есть еще вот такая вот гаура варегатная. Вот сейчас я тоже веточку срежу. Или парочку. Очень красивое растение. Надо оставить память о лете. Ошмыгнула немножко стебельки, какие тут лишние. Так, вот это цветочко я сейчас буду красить новой красочкой. Мне нужно посмотреть. И один отчиток тоже. А все остальное ставлю. Вот тут развела. Значит, ну 100 грамм глицерина и 500 грамм такой горячеватой воды размешала. Отлила немножко лишнее, потому что получилось 600 миллилитров. И теперь поставлю. Можно даже подрезать покороче, наверное. на одну длину. Вот так вот. Сняла у отчитка побольше листов. Они такие мясистые. И очень много глицерина возьмут. Вот. Сейчас выставлю на трое суток. Посмотрим, как напитается. Вспомнила, что еще есть цветочки, которые хотела постабилизировать. Так, это вербена банарская. Вот так вот выглядит. Пасконник. Вот такой у меня есть сиреневый пасконник. Вон такие вот банарская. Вот так вот она бывает отросшая еще. Альстромерия веточка вот у меня есть. И гортензия сорта White Dome. Ну, она очень красива в букетах. Смотрится как сухоцвет. Вообще незаменимая. Так, и еще спаржу срезала. Вот такую спаржу. Мне тоже интересно посмотреть, как же она выглядит стабилизированная. Сегодня уже 19 сентября. Снимаю с глицерина цветы. Но вот уже видно, что некоторые изменили цвет. Вот такие стелелисточки, как бурые. Некоторые подвяли. Ну, во время сушки все выпрямится. Снимаю сушить. Из тех цветов, которые ставила на стабилизирование. Вот не понравился мне гаура. Нету вида совсем. И вот эта вот хризантема многолетняя. Тоже так она мне не понравилась. Остальные повесила на веревочку. Посушиться. Повесила прям в комнате. Свет на них не падает. Ну, не знаю. Может быть, стоит куда-то в тенек их повесить. Вот так вот закрепила. Веревочку протянула. И на резинку закрепила. Перекинула через стебель. Прекрасно держится. Ну, результат покажу позже. Сегодня уже 22 сентября. Ну, уже достаточно долго посохли они. Вот хочу вам показать, что получилось. Вот эту вот веточку астры я забраковала сразу. Но сейчас вот хочу показать, какие мягкие у нее листики. Ничего не ломается. И открылись семенные коробочки. Возможно, вот как-то можно это будет использовать. Ничего не сыпется. Вот она стабилизированная, высушенная очень долго. Но мне не очень нравится. Так, дальше идет клопогон. Вот так вот он выглядит. Клопогон не крашеный. Ну, тоже. Если может быть покрасить, то эти кисточки можно будет как-то использовать. Вот листья совершенно сухие. Не ломаются. Стабилизированные. Это все стабилизированные цветы. Это пасконник. Был сиреневый. Но тоже, очевидно, надо будет его прежде красить. В натуральном виде он коричневеет. Листики вот сухие, крошатся. Значит, он не набрал гели этого глицеина. Это альстромерия. Непригодна для стабилизирования. Не получается она. Так, то же самое с физостегией. Варигатные. Вот такие вот листья стали. Эластичные, не ломаются. Но цвет пропал. Виды совершенно нет. Так, это хосты. Веточки. Ну, вот бутончики как-то остались такие. А застабилизированные. А вот эти цветы, конечно, выглядят завядшими и непривлекательными. Ну, тоже такую не буду больше стабилизировать. Это вербена банарская. Красивые, очень фактурные шишечки. Можно их использовать. Но красить после стабилизации, я так думаю, буду пробовать теперь окрашивание этими пищевыми красками. Вот такие вот кисточки хорошие. Можно будет использовать. Золотарник. Он стоял на розовой краске, по-моему, крашеный. Очень красивый. Мне он нравится. Одну веточку я на то время нашла, такой расцветшую. Вот ничего не ломается. Очень эластичный, живой. Прямо выглядит живой. Очень понравилась мне спаржа. Вообще не сыпется. Она вообще сыпучая такая. А это вот тоже натуральные такие веточки. Можно будет добавить в букет. Очиток. Очень хорошо получился очиток. Вот это вот натуральный его цвет, неподкрашенный. Ну, листья очень толстые. Я вот не знаю, как он усох до нужной кондиции или нет. Ну, вот он выглядит как живой. Несмотря на то, что висел там три дня, по-моему, сушился на веревке. Вот это у меня папоротник. Он тоже такой хороший получился, эластичный. Но при сушке скукоживается. Я так думаю, что его нужно стабилизировать и ложить под пресс, чтобы листики были ровные. Ну, как бы вот в таком виде он непригоден. Вот. Это вот гортензия, сорт White Dome. Листья очень эластичные вот такие вот, но скрутились. То же самое. Вот если бы как-то их распрямить, то лучше без листьев тогда использовать. Вот соцветия такие фертильные и стерильные цветочки. Красивые очень коробочки вот эти. Это тысячелистник. Ну, тысячелистник уже все знают. Мягкий, не ломкий, все хороший. Это стоял на краске. Вот такой. Розочка мне не понравилась. Вот листики не ломкие такие, они как бы хорошие, эластичные. Но бутончики выглядят как сушеный, как сухарь. Мне не нравится. Хотя листва вот вся хорошая. Ну и, конечно, самое главное, что я хотела показать, это гортензия. Вот она, как живая. Она стабилизирована. Вот листик сухой совершенно, но он мягкий. И то же самое с цветочками. Понятно, что они высушены, но они сухарями не кажутся. Очень эластичные, хорошие цветы. Для сравнения сейчас покажу засушенный на живую. Вот эти вот цветочки были засушены, ну, как бы просто, без стабилизации. Вот это натуральный цвет, вот такой вот синий. И, ну, это белый натуральный. Вот они ломкие, ломаются листики, как сухари, дотронуться нельзя. Вот эти то же самое. Высушены, но прежде покрашены, без стабилизации. То же самое. Вот листочки я не хочу, конечно, ломать, но они сухие, осыпаются. А вот эти просто вот мягкие, мягкие. Вот, пожалуйста, как хочешь. Вот репи листик просто вот живой, живой листик. Распрямить его вот так вот. Очень хорошо стабилизировать гортензии. Ну, вот, возможно, мой опыт кому-то пригодится. Вот такие результаты.